Это проект по сбору средств на реставрацию старых панковских плёнок, которые я записывал. Я вам сейчас на примере покажу, на что я собираю эти деньги. Полгода мы с лейблом WDW Records занимались ремастерингом альбома «Бригадного подряда». Это целая куча записей, которые они делали в 1989 году. Частично они выходили на разных альбомах под разными названиями, но не все были выпущены. Ребята решили издать винил на подбор треков, чтобы найти какие-то версии, из которых можно что-то сделать. И на ремастеринг у нас ушло полгода, если не больше. Сейчас эта работа закончена, и ребята должны приступить к изданию винила. Смысл работы в том, что мы искали версии, вообще все версии, которые могли бы сохраниться с тех пор. Естественно, у самих музыкантов, оставшихся живых, уже нет никаких плёнок, ничего не осталось. Мы с Юрой Соболевым говорили об этом, и с другими ребятами. Но, в общем, из того, что есть в интернете, включая и MP3-версии, и какие-то вавки, которые кто-то цифровал со своих кассет, и те релизы, которые выходили на CD, в общем, из всего этого мы собрали огромную кучу материала, около 30 треков. И, в общем, я делал ремастеринг их в течение всего этого времени, сравнивая друг с другом, почищая шумы, шипы и всякие всевозможные искажения в записи. Потому что их там было и при записи достаточно, но от хранения плёнок они лучше не становятся. В общем, там добавляются всякие статические щелчки, шумы, и, в общем, полным-полно всяких грязи, от которых тоже надо было избавиться. Вот сейчас на примере трека «Портсъезд», с которым мы буквально недавно закончили возиться, я вам расскажу, что вообще происходит, когда я занимаюсь этим ремастерингом. Вот такая версия трека нам попалась вначале, и, в общем, мы начали с ней работать. Вот, как вы слышите вначале этот жуткий шум. Сейчас вы увидите вот такие вот сполохи на картинке. Это голос Коли, он, когда поёт, его голос звучал раза в два громче, чем фонограмма. Ну, понятно, что они это делали для того, чтобы текст был более понятен. В общем, но если слушать сейчас эту запись, конечно, его голос просто бьёт в голову. Вот здесь вот, вот где вы слышите вот эти вот хоры, которые распиханы в левый и в правый канал, здесь ребята, которые, в общем, сидели и кричали на записи, они, конечно, орали изо всей силы, к тому же сигнал был перегружен. А поскольку это, наверное, единственное, что в этих записях во всех было раздвинуто кардинально влево и вправо, в общем, когда это в наушниках слушаешь, это жутко совершенно лезет в уши. Вот следующая версия, которую мы взяли в работу, потому что мы нашли её чуть позже. Здесь немножко более приятный звук, здесь больше как-то больше верха прозрачного, слышнее тарелки. И, опять же, видно, что вот Колин Голосом значительно торчит над всем. Ну и кричалки вот эти тоже, вот это, конечно, весёлая история, когда Юра Соболев рассказывает, что они просто позвали всех дружбанов и переиграли опять все те же самые песни, только уже с этими дружбанами, которые орали там вокруг. Вот, собственно, у самой фонограммы как такового стерео большого там и не было. Там барабаны достаточно посередине немножко, гитара была всего одна в группе, и поэтому, ну, родичик решил её немножко сдвигать влево-вправо. Иногда она плавает по каналам, это вообще один из смешных старинных приёмов. Ну, посмотрим, что дальше мне пришлось делать с этими записями. Ну, вот здесь вот, например, это один из вариантов, который я сделал, который нам понравился. Но мы всё равно продолжали работать над записями, потому что мы искали лучший вариант. Вот, как видите, здесь уже я постарался скомпрессировать запись таким образом, и сделать это, кстати, незаметно, чтобы Колин голос, он как-то утонул в фонограмме, чтобы он не мешал слушать всё остальное. Ну, и в конце концов, последняя версия, которую я делал, это вот та, которая сейчас звучит. Естественно, мне пришлось вырезать и шумы, и бороться с атакой Колиного голоса, который был записан громко, и хоры те же самые, работа была вся та же самая. Но, в общем, мне понравилось в этой версии то, что сохранилась, в общем-то, вот эта странная динамика самой записи того времени. Она не сильно скомпрессирована, она достаточно динамична, но звучит уже приемлемо для того, чтобы в наше время её слушать на разных носителях, и наушниках, и на любой акустике. Я уверен, эта запись будет хорошо звучать на виниле. Вот у меня она сейчас кажется совершенно подходящей для этого случая. Я сознательно не старался выдернуть каким-то образом вверх и подчеркнуть железо, которое там ребята использовали. В некоторых записях оно достаточно прозрачно звучало. Но поскольку мне приходилось делать мастеринг нескольких треков и как-то друг с другом их совмещать, делать так, чтобы они жили как бы одной жизнью, треков было 30, хоть для альбома и выбраны 17, но в общем мне надо было приравнять между собой 30 записей. Некоторые из них шипели совершенно ужасно, и вот в борьбе с этим шипом погибало и железо. Но вот здесь вот сейчас вот эта запись, вот по тому, как она звучит, мне очень напоминает в принципе все записи, которые делались в 80-е годы. она передает этот дух, она передает грязь той аппаратуры, на которой это делалось. Она в конце концов несет нам атаку, у самой группы, которая явно совершенно ловила кайф, от того, что они этим занимаются. Вот. И в общем я доволен тем, что мы сделали. То, что нас ждет дальше, это целая гора работы. Потому что записи народного ополчения, они не просто делались в другое время, они делались раньше. Но они к тому же еще и записывались на гораздо более плохую технику. И пленки, которые мне приносил Алекс, для того, чтобы мы на них писались, они тоже были старые, он их у кого-то брал послушать. Вот на такую работу я и собираю средства на Бумстартере. И, в общем, я благодарен всем, кто меня сейчас поддерживает, кто помогает. Подписывайтесь на мои посты в ЖЖ, ВКонтакте, на Фейсбуке. Я везде пишу историю группы, народное ополчение, вообще рассказываю о том времени. И в том числе я буду, кстати, писать о бригадном подряде, потому что бригадный подряд в 1986 году тоже записывался у меня на студии дома. И это тоже одна из историй, о которых стоит рассказать. Вот. Всем спасибо. Пожалуйста, помогайте. Субтитры сделал DimaTorzok